Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброго здоровья, уважаемые, посетили моего канала. Я начинаю, так сказать, с этой песенки или с этих слов. Не зря, ох, не зря, все не просто так. Смотрите, должен быть, вернее, так скажем, если вы хотите полноценно раскрыться перед пространством, показать себя во всей красе, что от вас пространство и ожидает, оно вас создало, и думает, ну что вы, что вы из себя представляете. А вы зажались, а вы боитесь, а вы стесняетесь. Короче, вы не это, не разворачиваетесь, не показываете всю свою, так сказать, красоту и мощь, мощь и красоту. Какая энергетика. Так вот, для того, чтобы это пространство любит серьезных людей, серьезных, целеустремленных, могучих. И вот, чтобы это показать, чтобы это показать, оказывается, с давних пор, что делали? У каждого был свой девиз. То есть, у каждого там знатного рода был девиз, раз, был герб, два, ну и все, и флаг еще. Девиз, герб, флаг, ну на флаге герб. Вот этим отличались, ну, слово вроде бы благородные люди от простолюдиного нельзя сказать. Этим отличались люди целеустремленные и знающие себе цену. И более того, они знали, с кем они имеют дело. То есть, они представляли, не просто вот человек там, ну, обыкновенный, да, а они понимали, что они есть сыны или дочери Божьи. Естественно, соответствующим образом себя несли по жизни. С вот таким, значит, девизом, с таким, значит, гербом своим, с флагом. И действовали соответствующим образом. То есть, это как бы подстегляло их. Поэтому я подумал, подумал, у меня-то есть мой собственный девиз, он несколько раз менялся. Собственный герб у меня есть. Вот. Что еще у меня там имеется? Ну и, соответственно, я стараюсь себя по жизни нести. Знаете, очень влиятельные люди, ну, в свое время, сейчас-то тут, как бы сказать, я в тираж вышел. Очень влиятельные люди желали, чтобы я поступал вот так-то, вот так-то, вот так-то. Но, тем не менее, я сохранил самого себя, свою какую-то независимость, свою, знаете, индивидуальность, скажем так. То есть, оригинальность. Это что касается герба. То есть, теперь на канале моем, если это серьезно, будет свой девиз, свой. Значит, герб, кстати, насчет герба, вы, так как это все-таки какое-то общественное движение, которое создалось вокруг книг «Целительная сила», направление, вы можете свой герб предложить и посмотрим, прикинем, и, глядишь, сделаем ли из нескольких составов герб канала. Девиз я уже, значит, не то что сказать придумал, все уже придумано, нам остается просто-напросто это воплощать. Далее, что я вам хочу еще сказать, это то, что вот настроиться на что-то и регулярно это делать, ну, сложности вообще-то никакой. Но существует такое понятие, как самодисциплина. Вот этой самодисциплины и не хватает. Некоторые говорят, там, мотивация или еще что-то, ну, я считаю больше самодисциплина, чтобы ты понимал, что вот что-то надо регулярно сделать, и чтобы это вошло у тебя в привычку. Вот у меня вошло в привычку ходить два километра, чему я очень рад. Вроде два километра, да что там, да мало. Но тем не менее, каждый день дождь, снег, а я иду. Даже мои домочадцы так, ну, надо же, ходить, ходить, он ходить в любое время. То же самое отношение и к, допустим, работе. Вот с этим травником все ковыряюсь, ковыряюсь, то начну то-то-то-то, то стану. Вот сейчас стараюсь войти в колье, чтобы вот в любом случае, если не с утра у вас получилось, то пускай тогда вечером, но обязательно, чтобы вы это сделали. И тогда вот это, как-то сказать, станет вашей чертой характера. Это очень хорошая, полезная черта характера. То есть вырабатывайте нужные, полезные для жизни черты характера. А не просто так. Плывите по течению, без своего девиза, без своего герба. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот сюда, идиотворно. Кстати, когда у вас герб есть, когда у вас девиз есть, вы заявили перед пространством о своей какой-то значимости, о своей какой-то исключительности. Уже на вас смотрят, уже даются соответствующие силы для того, чтобы вы проявились, ну, примерно как вы желаете. И это действительно помогает. Так что важно не разочаровать творца. Ну, хватит, что-то я заболтался. Надо приступать к травнику. А травник, будем говорить, не приступается. Вот он, компьютер, я бью по клавишам. Он вошел в какой-то спящий режим, в спящий режим, и не хочет работать. С нами вместе пускай пропоет.